Что общего у Александра Невского и крутого Сэма? Что известно о сериале по вселенной Fallout? Быть ли Fallout New Vegas 2? Крупнейший ивент по Age of Empires 4 с призовым фондом в 125 тысяч долларов? Возрождение Might and Magic, лучшие игры по мнению DICE Awards 2022 и итоги турнира Rejuvenation Cup по Warcraft 3. Об этом расскажем прямо сейчас. Поехали! Александр Невский загорелся желанием сделать приключенческий хоррор из игры серию Sam и уже провел переговоры с несколькими международными дистрибьюторами, но пока точно не сообщил, будет ли экранизирована игра или нет. Невский обратил внимание на игру еще в 2020 году, когда опубликовал подборку фан-артов, на которых его поклонники изображали его в виде Сэма, отметив, что сам он в игру не играл, но ее создатели явно следили за его творчеством. Наблюдая всю жесть и весь негатив, которыми переполнены сейчас международные и российские СМИ, я понимаю, что пора вернуться к разработке приключенческого хоррора «Серьезный Сэм» или, как минимум, «Крутой Невский» и добавить позитива. Именно этот проект я обсуждал вчера с несколькими международными дистрибьюторами в рамках прошедшего кинорынка EFM. Александр Невский Сериал по Fallout от Amazon обзавелся шоураннерами. Как пишет Варити, шоураннерами сериала по франшизе Fallout стали Грэхэм Вагнер, Кремниевая долина и Офис, и Женева Робертсон Доретт, Томбрайдер, Лара Крофт с Алисией Викандер, Капитан Марвел. Сериал по Fallout анонсировали в июле 2020 года, но новостей о нем с тех пор почти не было. Тодд Говард, геймдиректор последних частей серии, выступает одним из исполнительных продюсеров. Журналист и инсайдер Джефф Граб в рамках подкаста на сайте Giant Bomb рассказал, что Microsoft ведет переговоры с Obsidian Entertainment о создании сиквела Fallout New Vegas. По его словам, обсуждение New Vegas 2 пока на сильно ранней стадии, но обе стороны выразили желание воплотить эту затею в жизнь, а Microsoft уверена, что это более чем возможно. Многие сотрудники компании выразили интерес. Граб подчеркнул, что даже если сиквелу дадут зеленый свет, то до его релиза пройдет еще очень и очень много лет. Турнирный оператор Elite Gaming Channel, который регулярно проводит турниры по Age of Empires, анонсировал небывалых масштабов турнир по этой игре – Golden League с призовым фондом в 125 тысяч долларов. В основном этапе турнира сыграют 64 игрока. Сражения будут проходить по выходным с 26 марта по 22 мая. Спонсорами турнира выступают компании Microsoft и Surfshark. Серия классических ролевых игр Might & Magic пользовалась определенной популярностью в 90-х, но звезд с неба не хватало, и сейчас в комьюнити куда лучше вспоминают пошаговую стратегию спин-офф, впоследствии обретшую самостоятельность Heroes of Might & Magic. Но, а раз уж права на обе серии принадлежат Ubisoft, и их попытки возродить героев ни к чему не привели, значит пришла пора искать сотрудников, готовых перезапустить оригинальную M&M. Ubisoft задалась целью заново изобрести одну из самых известных фэнтези-франшиз в истории в 3А-обертке. Ради такого они опубликовали достаточно обширный список вакансий для работы в их шанхайской студии, известной благодаря Splinter Cell и Far Cry 3. Посмотрим, что выйдет у Ubisoft на этот раз, и остается лишь надеяться, что проекту удастся избежать участи Heroes of Might & Magic 7. Прошло вручение наград DICE Awards 2022. Ну, то есть за прошедший год, получается. Итого имеем. Игра года. It Takes Two. Лучший экшон. Hollow Infinite. Лучшие приключения. Marvel's Guardians of Galaxy. Лучший файтинг. Jilkey, Jir, Strife. Лучшая гоночная игра. Forza Horizon 5. Лучшая RPG. Final Fantasy XIV. Endwalker. Лучшая стратегия. Age of Empires IV. Лучшая онлайн игра. Hollow Infinite. Ratchet & Rift Apart отхватила аж 4 награды. Лучшая семейная игра. Лучшая анимация. Лучшее художественное оформление. Плюс награда за технические достижения. Лучшим же персонажем стала Леди Димитреску из Resident Evil Village. В воскресенье завершился турнир Rejuvenation Cup, в котором принимали участие топовые азиатские игроки, а также Хэппи и Фогги. Несмотря на то, что последние матчи были сыграны в воскресенье, победитель турнира определился еще в субботу, когда Хэппи в своем последнем матче сыграл в ничью с Лином и благодаря этому удержался на первой строчке турнирного рейтинга. Император прошел турнир без поражений и лишь два матча завершился счетом 3-3. В турнире Rejuvenation Cup принимали участие 10 игроков, которые в течение сезона должны были сыграть каждый с каждым в формат Раунд Робин. Матч состоял из шести сетов, половина из которых игралась на Нитис, другая на В3 Чемпионс. За победу в матче игрок получал два очка, за ничью – одно очко. Сильнее всех на ивенте, как мы видим по рейтинговой таблице, оказались Хэппи и Лин. Оба не проиграли ни одного матча, друг против друга сыграли со счетом 3-3. Тем не менее, у Лина на один выигранный матч меньше и на одну ничью больше, в результате чего он занял только второе место. Кореец не смог победить самого Хэппи, а также Фогги и Лолайта. Что касается Хэппи, то он сыграл в ничью с Лином и Фокусом, но при этом разгромно обыграл 120-го в дуэли за звание лучшего андеда, а также взял реванш у Чаймика и Саина за поражение на различных турнирах. Фогги выиграл только один матч, еще четыре проиграл и еще четыре завершил в ничью. Итоговое распределение мест и призовых на ваших экранах. На этом все. На следующей неделе мы расскажем о свежих новостях. Напомним, что в описании под видео будут ссылки на новости из видео, с которыми вы можете ознакомиться лично. Спасибо, что смотрели нас. Увидимся на следующей неделе.